О людях и песнях, которые строить и жить помогают. В программе «Барды онлайн» на телеканале «Вот» с Еленой Гудковой. Уважаемые телезрители, здравствуйте! В эфире вашего общественного телевидения программа «Барды онлайн», которая по-прежнему продолжает вам рассказывать об интересных событиях, об интересных личностях в авторской песне. Меня зовут Елена Гудкова, телефон студии 325-0525. Звоните, подключайтесь к нашей программе. Первое, что я хочу сказать, это то, что вчера, 7 июня, отметил свой день рождения, свой юбилей наш замечательный ленинградский автор, композитор, музыкант и просто красивый человек Александр Дольский. Телеканал «Ваше общественное телевидение» и программа «Барды онлайн» от всей души поздравляет Александра Дольского с днем рождения, желает ему здоровья, здоровья, еще раз здоровья, творческих успехов. Я очень надеюсь, что он появится у нас здесь в студии и подарит вам, дорогие зрители, программу с его участием. Вы можете его услышать и увидеть. И второе. В Петербурге наблюдается повышенное число людей с гитарами. С чем это связано? Потому что в Петербурге, дорогие друзья, проходит фестиваль «Петербургский аккорд» — международный фестиваль авторской песни. Сегодня он уже завершает свою работу, и в концертном зале «Октябрьский» пройдет закрытие. Где? Будут петь, конечно же, члены жюри, почетные гости. И вот любимцы фестиваля — это дипломанты, лауреаты уже нынешнего 7-го международного фестиваля авторской песни. О том, как проходил этот фестиваль, о том, кто же стал героями этого фестиваля, мы поговорим с моим сегодняшним гостем. Это поэт, это автор-исполнитель, известный и наш гость из Москвы — Юрий Лорес. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Я еще, конечно, могу сказать, что вы член Союза писателей Литфонда России, член-корреспондент Академии поэзии, но я это еще буду говорить. Но прежде чем, Юрий, спасибо огромное, что вы пришли, потому что дни очень сложные и тяжелые. Вы уже член жюри, и все время жюрили. Это да, и жюри, и мастер-классы. Очень плотные, да. И я немножко перед тем, как мы перейдем к фестивалю, будем говорить, это самое свежее, наверное, такое событие, наравне, не знаю даже, с чем сравнить-то можно сейчас. Я хотела немножко о вас поговорить, но это логично. Логично. Логично с песней начать. Прямо с песней. Конечно, а потом поговорить. Хорошо, прекрасно. Это правильно. Не так закат горит, Листва не так густа, Так осень говорит Устами августа, И носят стаи птиц Многоголосия, И небо смотрит вниз Глазами осени И мы в тот день и час Спустились с облака На яблоневый спас Вкусили яблока И каждый повторял Как плоть твоя вкусна И бог нас потерял В объятьях августа И были на земле Такие сумерки Мы плавали во мгле Как будто умерли А звезды в том году Созрели неплохи И падали в саду Совсем как яблоки И я кричал Лови, лови, пожалуйста Желания твои Во власти августа На яблоневый спас Что не попросим мы Господь глядит на нас Глазами осени Спасибо огромное Программа Барда онлайн в эфире Юрий Лорес у меня в гостях И мы послушали замечательную песню 325 05 25 Телефон студии Мы работаем для вас В прямом эфире Юрий, вот вчера Конкурсантка Я все время Елена Горфинкель Да, Горфинкель Мы по-близски Были Я все время Как-то хочется Иначе сказать Спела На мой взгляд Замечательную песню Она посвящалась Поколению Семидесятников Я Хочу вас спросить Вот о чем Как раз Считаете ли вы Что Не считаете ли вы Что поколение Семидесятников Вот они как-то Незаслуженно Незаслуженно Недооценены Почему Потому что Ну, вы знаете Вот как бывает Первые Они входят в историю Уже только потому Что они первые Вторые Считаются Или выглядят Пригравшими Уже потому Что следующие Ну, я считаю Что Это Присутствует Причем Тут два момента Дело не в том Что вторые Да, разные поколения И Я даже небольшую Такую статичку Писал Была у меня Статья о том Что В каждом поколении Есть первые И когда Они уходят Вторые Первыми Становятся Никогда Это так Устроено Они остаются Вторыми Хотя Просто так Сложилось Потому что Когда Мы вторые По времени На самом деле Остальное Все получилось То есть В другом смысле На другое поколение Но По времени Второе Но оказались В такой В такой Ситуации Может быть Еще Из-за Больших Перемен В стране Больше Свобода Появилось Все Я имею Тут Середина Восьмидесятых И когда Старшие В силе Знаменитые Там Все такое А появляется Свобода И нас Как бы А младшие Активней Нас Мы традиционные Люди На самом деле Спокойные Считаем Что Все Какой-то Пиар Там Автопиар Это все Как-то Что-то Нехорошо Пахнет Все это А у них Уже Совершенно Западное Мышление Себя Нужное Вот И мы Так Между Между Двух Огней Но Все Я думаю Что история Все равно Все расставляет На свои места И Это все Так же Как И В жизни Что Есть Дедушки Бабушки Родители Дети Вытащить Кого-то Нельзя Это неправильно Детей должны Все-таки Воспитывать Родители А не Дедушки И бабушки Вот Немножко Распалась Вся Время Я думаю Что она Странно Как-то Восстанавливается Сейчас Медленно Странно Тяжело Но Восстанавливается Да Это главное Главное Чтобы восстанавливалось По биографии Вашей Немножко Вы в 17 лет Написали Свою первую песню Называлась Она Букет Осенних листей Я ее не пою Она нормальная Я просто замечаю Что как-то все начинающие Почему-то темы осени Всех волнуют У меня тоже была Какая-то первая песня Нет Я родился осенью Это любимое время года Вы знаете Для меня Я очень люблю Ваш город Еще наверное Потому что он Для меня осенний Всегда Всегда Сейчас еще С потеплением Знаете У нас и зима Нет Это не значит Что снег С дождем С лякать Там все Не в этом дело Конечно Я другую Осень люблю Но собственно Сейчас осенняя погода На самом Свежий воздух Вот она все равно Осенняя Вот воздух Такой Осенний Замечательно Мне очень нравится И легическая Нет Я тоже Люблю осень И тоже кстати Родилась осенью Но все равно Все поэты А как вы вот С высоты Вот сейчас Вы же мастер Уже профессионал Вот эту песню оцениваете Свою первую Ну ее можно петь Можно Можно на самом деле Просто Ну не знаю Как так сложилось Но она в любом случае Искольная Да Она Скажем Конечно Конечно юношеская Немножко Вот В этом возрасте Петь юношескую песню Ну Наверное Какой-то шарм есть В этом Но Но иногда Очень иногда Вы выбрали Профессию Геолога Почему вы стали Геологом Очень интересно Я выбрал Свободу Поэтому выбрал Профессию Геолога На самом деле Потому что Экспедиции Потому что Где-то Да Ну Я все равно Был гуманитарным Человеком А кстати Это Все равно Даже идя На техническую Специальность Хоть геология Свообразная Это не совсем Техника И наука Но Но не без того И у меня Как раз Специальность Достаточно Техническая В геологии Была Сложно Произносимая Сложно Произносимая Вот И Потому что В те времена Я понимал Либо ты Я писал уже Стихи Стихи еще раньше Начал писать Чем песни Но Прекрасно Понимал К моменту Поступления В институт Что если это Выбирать То свободным В творчестве Не будешь То есть Все свободное Будет В столе И поэтому Песни Тавской песни Движение Криспо Которое тогда было На самом деле Очень помогло Я просто увидел Что это Можно жить Разными жизнями Что и приходилось В те времена Многим людям Вот И Я профессию свою Любил И люблю И Тут у нас И разговоры такие Это особое братство Геологическое И Бывших геологов Не бывает Это тоже Фраза Фраза Не новая В разных профессиях Говорят Что не бывает Бывших Но не бывает Бывших Потому что Дух Это сохраняется Но Забавно Что На процесс Письма Это повлияло Поскольку я Вот все Это повлияло Поскольку Песни Многие пел Я там лет 14 уже С гитарой С песнями Я Песен Связанных Своей профессией То ни одной Не написал Братья-геологи Не обижаются Нет Братья-геологи Все понимают Потому что Я с самого начала Говорил Что Я не вижу Там Для себя Братья-геологи Все написали Володя Турьянский Брат-геолог Все уже написали И я не нахожу Что там еще Можно найти Но для себя Не хожу Я прочитала У вас там В биографии Такой момент Что вы Свою первую гитару Собственно Сами купили Потому что Заработали Как-то на ней На заводе Поработал Летом Такой был Возможен Летом В те времена Да просто практика была Даже в школах После этого В школе В школе Да И там платили Деньги За работу А какая была гитара Что это за инструмент Ну так Семиструночка Шихловская Это же Знаете 66 год Так что Сначала Знаю ли я Подумала Ну нет Цифра знакомая Цифра знакомая Понятно Семиструнная Гитара Первая Потом я Лет 7 8 играл На семиструнной гитаре Потом Ну как Сейчас вижу 6 колкунов Это 6 Это проще Да Она проще Вот хотел о чем Спросить Вы же были Как это сказать В начале 80-х Таким запрещенным Автором Да Которому нельзя было Выступать В залах Да Больших Вы скажите Чем вы не понравились КГБ И как вообще Вот этот запрет Выглядел Потому что для меня Ну Уже в мои времена Этого не было Да Как это Вам на ушко Кое-то шепнул Что нельзя Или вас силой Там не пускали на сцену Как это происходило Делались такие вещи Просто Это неофициально Делалось Это делалось неофициально Это отправлялось Вот по их закрытых Там почтах Там все равно Изформация уходила И понятно Была Письмо Черный список Так Кого на сцену Упускать нельзя То же самое Без всяких объяснений Ничего Почему Что Что А что объяснять Там директорам Худрукам Там домов культуры Или Вот И Собственно В 83-м В 84-м Я не помню Был там Городской Московский Конкурс Большой И Вот Наше там Руководство Городского клуба Московского Тоже получил Кто Ни в коем Случа Не должен Оказаться на сцене Ни под каким Видом Не то Не только с песнями Вообще Просто Даже вручить Кому-то приз Нельзя Вот Ну Как сказать У нас разные люди Внутри движения Были Степени Перестраховки Замечательные Нас и Просто в зал На концерт Даже не Сообщали Ничего Это не только я Это Саша Мирзоян Это Володя Бережков Саша Ткачев Немножко Не Сейчас Выпавший Из движения Он В своей жизни Живет Автор очень сильный Тоже поколение Миши Трегера Меня Да Вот 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 такое То есть Даже в зал Свои тоже Замечательные Некоторые люди Вот Мне кстати Интересно С одной стороны Запрещают А с другой С другой стороны Как вот коллеги К этому относятся Ну коллеги Барда то нормально К этому относятся Организаторы Как же надо клуб Сохранить Идея Поэтому если там Идея ведь до чего доходит Доходит в конце концов Подобное Надо клуб сохранить Поэтому Не надо Галича Не надо того Не надо того В конце концов Это же приходит Потому что никого не надо И что это за клуб Уже получится в итоге Интересно У вас в нашей программе В прошлом Был замечательный автор Александр Сафронов Он вам передавал Огромный привет Прямо здесь в эфире Когда узнал Что будет Юрий Лорес Сказал Передавайте ему привет Я же его ученик И вот рассказал Я во-первых Честно скажу Юрию Я была удивлена Что существовала такая Значит Пригитесе Школа сценического искусства И собственно Там такой Ну как бы Специализация Да Или как Я немножко уточню Школа сценического искусства Она и существует Это школа театральных менеджеров Там правда есть Некоторые курсы повышения квалификации Иногда бывают То есть учредитель ГИТИС Учредитель Министерства культуры И 20 лет уже И ведет ее Руководитель Геннадий Григорьевич Дадамян Секретарь СТД Завкафедры Он же по-моему и предложил Социальный психолог Он мне и предложил Нас познакомил его ученик Менеджер как раз И мой друг Потому что он из нашей среды Причем Чуть позже Последний всесоюзный фестиваль Авской песни В 90-м году в Киеве Был председателем Воркомитета Семен Рубчинский И Собственно петербургский аккорд Провоприемник Союзных фестивалей Тех Которые Всего три прошли Раз в два года И в разных городах В Саратове В Киеве И в Таллинивке Вот Но я все-таки думаю Чуть-чуть вернуться Вот к предыдущей теме Одну песенку я спою В 80-м году написанную Хорошо Хорошо Как раз из той серии Сейчас это будет странно Ничего в ней нет Я буду слушать Как будто из 80-х Счастье не счастье А горе Не горе нам Ждем не дождемся Иной полосы Тихо сидим На уроке истории И поминутно глядим На часы Все непременно И все Переменно Все совершится В положенный срок Ждем перемены Мы ждем Перемены Надо когда-нибудь Кончить Урок Знания наши Нам дорого стоили Поочередно Мы держим Ответ Трудно сидеть На уроке истории Сорок минут Как 400 лет Знаем Что вызовут у нас Непременно Строг наш учитель Как водится Строг Ждем перемены Ждем перемены Мы ждем Перемены Только надежды У нас На звонок Мы глубоко Уважаем Теории И отличаем От этой Не ту Но почему-то Уроки истории Не в моготу Нам Ну не в моготу Здесь нам Положено быть Откровенными Каждую Нас Нас На заправильности Ставят К доске Классы Другие Придут Нам на смену Все Совершится В положенный Срок Ждем перемены Мы ждем Мы ждем Перемены Мы ждем Перемены Вернусь Я к своему Предыдущему Вопросу И все-таки К этой Школе Сценического Искусства И в частности К авторской Школа Выше школы Деятелей Сценического Искусства На полости Так называется Вот Мы с Семеном Познакомились Причем Семен После того Союзного Фестиваля Смог сделать Такие Двухнедельные Курсы Занятия Пригласил Меня преподавать Но там тоже Были двухнедельные Сначала И лекцию Приехал читать Геннадий Григорьевич Датамян Семен Нас познакомил Геннадий Григорьевич Познакомил Послушал Поговорили Говорит А почему мне сделать Ну что такое Две недели Почему мне сделать Ну месяца четыре Хотя бы Ну и это все Не просто Потому что Кстати четырех месяцев Он меня как бы Погрузил Некоторые вещи Надо же Выстроить базу Теоретическую Потому что Чтобы Прежде чем Составлять Учебный план Вот у меня Ушло пару лет На это на самом деле Вот Но в девяносто третьем Годов Первый набор Сделали Было четыре месяца Подряд Вот Саша Сафронов Там учился Вот Потом сделали Еще второй набор Но уже разбили По два месяца В течение года Это удобнее Лучше Причем Более того Я и финансирование Нашел Ребята не платили Ничего за занятия А выдавался Им какой-то диплом Или что Что за диплом Диплом выдавался Он такой В общем он нормальный Корочка нормальная Но он конечно внутри Ну печать вышла Ну понятно Ну как вот Не то что там Прослушал курсы Как вот говорят Ну это же не высшее образование Диплом Но это не высшее образование Конечно А какие предметы Что изучали барды Ну как предметы Там дюжина предметов была То есть Ну я надеюсь Что вы не учили там Разжигать костер Грубо говоря И ставить палатку Сцен речь Сцен речь Сцен движения Гитара Основу музыкальной грамоты Основу стихосложения Мастерство актера Режиссура песни И я все сводил Поскольку я руководитель курса Я вел занятия То есть все применительно Жалко Это что Что больше нет Я бы Прямо отрубанула Буквам на курсы А там Что произошло Там просто элементария Все Что касается Гитиса И что касается Геннадия Григорьевича Пожалуйста Все можно было продолжать Ради бога И деньги небольшие Кстати все это Не так уж это стоило Я думаю Сейчас дороже намного Даже если переводить Окажется В валюту Ну это 93-95 год Вот Ну просто Человек Который Спонсировал Сказал Нет Нет Ну я не буду Объяснять Почему Дело не в деньгах Что ему Недельник Стало жалко На нет И суда нет Он почему-то Испугался Результатов Развития Как раз Все это Вот В связи с этим Хочу спросить Считаете ли вы Вот авторскую песню Искусство Давайте так Говорим Мы же Когда говорим О любом искусстве Мы о ком говорим Если говорим О русской литературе Сразу Пушкин Да Конкретно Гоголь Тургенев Если мы говорим Об авской песне Если мы говорим Об авской песне Как вот Рудозанятие Да А все остальные Любой перфоман Он занимается Искусством поэзии В меру своих Так Да То же самое здесь Если мы говорим О Галиче О Бакуджаве О Никитине О Дольской Кстати да Я присоединяюсь К поздравлениям Конечно Один из любимейших Моих авторов И то Разве это не искусство А дальше Это есть Какая-то грань Там перехода Да Когда Еще не Или уже Нет Уже это редкий случай Это как раз редкий случай Вот на пресс-конференции Я была на пресс-конференции Да Фестиваль Который был посвящен Петербургскому аккорду И там в частности Александр Городницкий Сказал такую фразу Что Ну естественно Фестиваль Петербургский аккорд Призван Для того Чтобы вот Как-то популяризовать Жанр Авторской песни Для того Чтобы Ну я буквально Вот сейчас не помню Как это было сказано Но в частности Что вот заполонило Все папса Да Там Такое явление Как русские шансоны Что вот надо дать отпор И так далее И так далее Ну вот я представила Такую знаете Идеальную картину Вот просто Идеальная картина Вот нет никаких жанров Вот вообще нет Одна Осталась авторская песня Вот Не получится И подумала Ну о ужас Вот по большому счету Если будет Надо ли бороться Вообще С какими-то Явлениями Да И направлениями В музыке Потому что в природе Вообще Главный закон Это многообразие Конечно И авторская песня Многожанрова На самом деле Потому что Ну если так вот смотреть Ну Если по строгим Представлениям Да Ну жанр Там Лирика Сатира Да Жанрова В авторской песне Все жанры поэзии В авторской песне Присутствуют Это один из вот таких Подвидов Да Если говорить о Литературной составляющей Это устная поэзия Устная поэзия Причем Когда начинают Говорят Вот стихи Не очень хорошие Ну Но ведь Иерархия жанров Видов Тоже существовала Всегда То есть Скажем В литературе Драматургия Всегда более низкий Жанр Нежели Проза Так же как эстрада Все время Там Конечно Конечно И поэтому Речь Диалоговость Да То что это Опять не я придумал Насчет И курса Почему были Это Александр Аркадьевич Еще сказал Галич Что Наверное Это не совсем поэзия И не обязательно музыка Авторской песни То есть Еще даже название Авторской песни не было А скорее театр В котором один актер Что тоже правда Что тоже правда Что еще важно Что стихи Ведь пьеса в стихах Это все таки стихи Это не обязательно поэзия Более того В пьесе в стихах Представьте Все персонажи Начнут говорить Вот Высоким штилем Поэтическим Что получится Неразговорной речью Так в жизни не говорят Так в жизни говорят В самых таких Каких-то особых ситуациях Особая речь Потому что она концентрирована Потому что Лучшие слова В лучшем порядке Для выражения Чувств Или мыслей В смысле Это колжи Лучшего никто не придумал Наверное Вот И поэтому Зачастую Разговорно Речь Монолог Диалог Монологов нет В природе На самом деле Только форма Они по сути Все диалоги Это Речь может быть Достаточно бытовой Как Вот Человек вышел Разговаривать с другим Это не обязательно Высокий там Поэтический стиль Но на содержатель Обязательно И относительно того Что говорят Тут поэзия Не поэзия Обская песня И да и нет Это иногда Драматургия В стихах Вот и все Но это все равно стихи Раз в стихах Значит все равно стихи А бороться-то надо? Как вы думаете? Бороться? Я думаю нет Нет Бороться не надо Строить надо Бороться не надо Потому что Вот вопрос Относительно того Что искусство или нет 20 лет назад возникли Какие-то возможности Которые мы Все имеем Социальные Своей Собкультуры Обской песни Не реализовали Раз искусство То должны быть Те же институты Что у других И их просто Надо было строить Вот 20 лет назад Ну И И развал страны И Все эти вещи Ну Может быть Не совсем до того Было Не случилось Я думаю что сейчас Вот Такой момент Когда можно Попытаться Снова Его не было Там еще 10 лет назад Такого момента не было Даже 5 лет назад Это сейчас благоприятно Я думаю да Но у меня есть одна опаска Что если Это не произойдет В течение Ближайших 2-3 лет То Традиции будут Потеряны Ведь Что значит строить И новое На чем возникает На старом Старое базово Если убрать Те ценности Которые уже Традиционно Они выявлены За эти почти 50 лет Главской песни То получится Что-то другое А скорее всего Вообще ничего Не получится Потому что Ну по другим Искусствам все И так расходились И все это разойдется То есть Наши барды Оказывается И так об этом Говорят В шансоне В попсе В литературе В театре Но целого Явления Может не быть Вот кстати Заметила Какой момент Песня Авторская Ну была Всегда самодеятельная И это давало Ей свободу Да Она не зависела Там ни от государства Грубо говоря Там ни от строя Ни от зрителя И его То есть Барт пел О том О чем хотел он петь Вот эта свобода была Сейчас Вот мне кажется Знаете Вот времена Поменялись И я наблюдаю Тоже такой момент Что Как-то и бизнес Проникает В эту сферу И Момент развлечения Такой тоже Ну вот надо же быть Да Другие жанры Наступают Да Это происходит А почему я говорю Что Шоу-бизнес И шансон Вот Бизнес Да И второе Тут мы говорим Искусство Вот Сережа Крылов Который автор Маленького трубача Вот Желтого цыпленка Он сказал Такую мысль Это еще способ Мышления народа Вот такого просто То есть кроме того Что искусство Да Есть и это Пусть люди пишут Они думают Не важно Не все должны Становиться Это не обязательно Там на уровне На сцену даже Не все должны А как уровень мышления Как способ мышления Это замечательно Вот Просто всему Своё место И Иерархия в искусстве Существует Все понимают Все понимают На самом деле Все кто Этим занят Все понимают Кто в теме Как говорят Кто в теме Бросский об этом говорил Что там наверху Все стремятся Наверх Там где их нет уже Поэтому вопрос Глуп вопрос Кто лучше Пушкина и Лермонтов Да Но когда это Переносит на конкурсантов Наши например Что сравнивать нельзя Можно Это еще не Не там Вот Можно поэтому сравнивать Ничего страшного Вот первое Я была на открытии Фестиваля Который проходил В театре Балтийский дом И конечно Показательно В первом отделении Пели мэтры Да Классики жанра Ну так скажем Уже признанные Второе отделение Это были лауреаты Фестивали прошлые Дипломанты Вот прошлых лет И знаете Вот разнилось Совершенно конечно То есть первое Понятно Вот как бы То что мы ждем От классиков То что мы знаем То что мы любим Это понятно Второе отделение Вот такое показательное Мне кажется Во-первых Я замечаю Что песня стала громче И в зале Очень многие говорили Пожалуйста потише Вот тише Все время кричали Тише Вот гитара То есть громче И вот у меня Такое ощущение Что автор Как бы выпячивает себя Вот раньше Было это как Ну то есть Вот жанр Чем он мне нравился Скажу честно Я тоже за это Так переживаю Потому что Был автор Он присутствовал Но он себя как-то Не выставил Это был правда Диалоговый жанр Разговор такой По душам И этого мне кажется Не хватает и зрителю И вот Ну хочется Ну связь времен Немножко подорвана Была за 90-е годы И Вот это традиционное было Если мы Собеседники Ну нараво Понимаете Конечно Сцены уже наставят Неравное положение Значит нужно Придумывать Я уже как Театральные вещи Говорю Да Нужно придумывать Убирать Рампу Опускать сцену Чтобы говорить На равных Вот Понимаете Я же не встану Сейчас На стол Чтобы с вами Разговаривать Да Уже беседы Почему Неравные условия Должны быть Не должны быть А Правила Концертные Театральные Они такие Таковы Все равно Это уже Барьер существует Его И Нужно А Не зритель же Его убирать Может Его только Человек на сцене Стоящий Может Убирать И говорить На равных Да Вот И песня Такова Это кстати Один из ключевых Моментов Если это убрать То это не то Это не такая Становится Следующее поколение Не очень Вникают Не очень Вникают Вот А что касается концерта Там 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 некая режиссерская ошибка Еще произошла Думали Что вот Показать Показать Впоследствии Временной Да Но они показали Если честно Да Не-не-не Показать Впоследствии Временной Это получится Хорошо Это хорошо Не получится Потому что Тем более Два отделения Получилось Взяли и противопоставили Да Вместо того Чтобы показать Впоследствии Взяли и противопоставили Причем Не знаю Я сейчас могу Некий секрет Может быть я выдам тем самым Но это не важно Есть идея сделать программу Там Но это в Москве Там Идея Проговаривал Что значит связь с времен Вот кто-то И старшего поколения Самого старшего Выступив Приглашает А вот я считаю Что вот это Вот мой Продолжатель Преемник Вот он Вот его А он уже говорит А вы знаете Кроме Его у меня Учитель Там скажем И средний Вот он Вот тогда Это все Тогда это Объединительная программа А такая Разделительная Получилась Разделительная Да Это точно Просто какое-то Противопоставление Ну не подумав Не поняв Что произойдет Ну вот это Произошло Мы в гораздо Лучших отношениях Старшие и младшие Чем Чем это получилось Вот при таком Построении концерта Как вот Такое явление Как Владимир Вот Певзнер Из Америки Ой хотите о нем поговорить Я его знаю 16 лет Да Просто вот как вот Он лауреат Да по-моему Он был лауреат В 2004 году Какая-то была В общем Для меня это Ну несколько Это загадочное Такое время Я могу объяснить Он хороший поэт Он нормальный Но Он уже тогда Там 16-17 лет Это Способ был И в стихах Самовыражение Нет-нет Дескопровокационные Эпатажные Вещи Да Ну а дальше Больше Затягивает В конце концов То что Я сейчас могу повторить Что я ему сказал На следующий день После того концерта Я говорю Дима Ну то что ты сделал Дальше Особенно в песне О чем Там уже нет Стихов Ничего нет Там только Эпатаж Я говорю Ну ты перешел Некой границу В результате То есть Если провокация Была Эта песня В 2004 Пение там С лестницей Мотоциклетных очках Конечно С мотоциклетными очками Это нормально Я считаю Что это нормально Мотоциклетный Там Кстати Дашкевич Вмучал Что по тексту Я пытался объяснить Что В них не видно Текст Он не читал Это Это все Атрибуты Я вот сейчас Представляю На стремянке Там Юрия Висбора Например Нет А зачем Ну не все же Одинаковые То есть Это Это было Не за гранью Это было нормально И то и другое Поймите А можно и так Вот Это театральные штучки Некие Некие Да Я соглашусь Что у вас Это возможно Зрелищно Поскольку Если песня Выходит на сцену У нее У сцены Свои законы Да Почему она только Такой должна быть Вот можно и так Почему он действительно Стремянка Это его импровизация Он ходил За кулисами Там Нашел Стремянку Как Нашел Шлем Это все еще На ходу Да Да Перформанс Может быть Некие Выступления Почему нет Потому что Песни то нормальные Сами по себе Они вполне Содержательные были Ну Вот Значит За эти 4 года Продолжу Следующий Шаг Насчет Эпатажа Да и песни Бессодержательные Ну что-то да Публика почувствовалась Оскорбленной Даже Но он ее на это и вызывал Он вызывал Это сознательно Сознательно Да Отрицательные эмоции Да Это сознательно Делалось Я ему объяснил Но ты перепутал Здесь не та публика Здесь не та публика Это те самые думающие люди О которых Писал Гуан Шалыч Им это не Потому что понимаете Вот эти люди Они не хотят Ну грубо говоря Наслушавшись по телевизору И насмотревшись Все приходят сюда В этот зал И хотят здесь получить Вот так вот садятся И получают то же самое Боже мой Ну везде То же самое Нет он согласился Я говорю Дима ты просто стал Эпатировать не тех людей Адресат не тот Ты ошибся Это да Это было Это было такое Это имеет право Но не здесь На другую аудиторию Ну поиздевайся Там как у У Володи Лазберга По пониманию Что там ПТУшники Там слушатели Без оскорблений Конечно ПТУшники Вам просто по уровню Восприятия мира Ну есть такое словечко Говорим Да И профессора Говорят У профессоров тоже ПТУшники бывают Как и наоборот Но это просто Как определение Восприятия Да Вот там может быть Нормально Было бы А здесь На рок-тусовки Я могу сказать Это вот нормально Совершенно такое Вот я сразу Не то что Так вспомнила Группу Аукцион Грубо говоря Ну вот Какие-то Это такие А что рок Я относительно Рока тоже Считаю Что Развод был Лет 30 назад Это сверху Они Потому что Я считаю Что очень близкие Макаревич Шевчук И Романов Да Ну рядышком Да не просто Рядышком Это могло Быть Оказаться Вместе Это могло Оказаться Единым движением Насколько Властям В середине 70-х Это было Страшно Потому что Фактически Весь Я помню Подмосковский Слёт Тут на природе Да В 76-м году Когда были Выставки Это же После Бульдозерных дел Когда художники Привозили картины Галерейка В лесу Еще Понимаете Театральные студии Которые ставили Спектакль Вот так То есть Фактически Единственный Слётик был Где Аддеграунд Собрался От советских Времен Весь И Не выступали Но и машина Времени Присутствовала Они просто Костерок Поставили свой И Жили там Быть пару дней Тоже И это могло Вмениться В одно Я не знаю Потому что Брежневские времена Конечно уже Куда более Вегетарианские Да Сомнение Сомнение И Что Начать сажать Страшно Уступать А Как Тоже страшно Поэтому Нашли Другие способы Как я понимаю Кому-то Там Руководителям Кому-то Что-то Что Не надо Это же Это же Не ваша культура А рокерам Это же Не ваша культура Во что И сейчас Превращаются Три аккорда Штормовка Лес Уже Уже Как Сложилось Так Сложилось Юрий Я бы Очень хотела Чтобы вы Испомнили Еще Одно Я Самое Интересное Что я писал Ее Так Начинал Больше Двадцати лет Назад Это Посвящение Миши Тригеру Мы действительно Очень Близки По эстетике И по По жизни Личности Дружески Много-много лет Я люблю Твой Петроград А Другого Не Замечен Все Что Нам Казалось Вечно Разрушает И Броняет Респектабельный На вид Этот Мир Потусторонний Ночи Белые Не тронет И Неву Не запретит И По-прежнему Нас ждет На прогулку С разговором Город Истинный Который В нашей Памяти Живет Это Время Учит Врать Предлагая Новый Фетиш Если Времени Ответишь Вечность Можешь Потерять Я Люблю Твой Петроград С Невкой Мойкой Летним Садом А Другого Мне Не Надо Пусть Везут В Охотный Ряд Остаемся При Своем Нетерпенье И Нели Этим И по-прежнему нас ждет на прогулку с разговором город истинный, который в нашей памяти живет. В эфире программа «Барды онлайн». У меня в гостях автор-исполнитель Юрий Лорес, член жюри 7-го международного фестиваля авторской песни «Петербургский аккорд». И мы вот сейчас поговорим как раз об этом фестивале, потому что времени уже мало у нас остается. Но прежде вот такой вопросик, такой вот заход я сделаю. Знаете, всегда для конкурсанта очень сложно выбрать песню конкурсную. Вот песен вроде много, тем более, знаете, автор всегда любит все свои песни. А конкурс — это вообще особая такая субъективная история, очень субъективная. И конкурсанты порой ориентируются там, ага, кто сидит в жюри? Так, в жюри. Ваши же песни пели, допустим, ансамбли, несколько, по-моему, исполнителей. Мою песню пел. Городницкого много. Авторской песни, да. Да, и «Запорожье». Но тут немножко другая история. Они не из-за этого. Они ее поют раньше давно. Просто потому что в репертуаре? Нет, а руководитель ансамбля, руководитель театра поэтической песни в «Запорожье» Елена Алексеева заканчивала мои курсы, прикиньте, которые были вот в 95-м году. Получается, что как-то спою-ка я песню, значит, нет? Нет, нет, нет. Почему? Я говорю, там есть театр. Вот моя выпускница, учница сделала этот театр. Это не расчет на конкурс. Это не значит, что... Вы понимаете, у меня один голос все равно в любом случае, не более того. А вообще просто как выбрать песню? Ну, не говоря уже там, не ориентируйтесь. Я могу сказать. Как? Подскажите. Я могу сказать, допустим, о той ошибке, которую там авторы совершают, идя на конкурс. Авторам всегда кажется, особенно молодым, что лучшая песня последняя. Которую написал? Да. Да, потому что еще жива. Или вот недавняя. Жива больше исполнительски, жива, чем... Такая ошибка зрения. И ошибаются. Есть еще один момент. Так что, так как это конкурсный, вот это подсказка. Если для тех, кто пойдет. Не продвинь себя сам. Есть одна вещь в конкурсах. Все-таки, так как всего много, песню все-таки надо выбирать поярче, яркую. Менее тонкую, менее изящную. Но все-таки поярче, чтобы... А в чем эта яркость? Восприятие. Это что? В слове? Необычность. Необычность. Хоть я не к тому, что это совсем должно быть, поперек, там, в движении всего. Она должна быть, так сказать, с необщим выражением. Все-таки. А тема? Ну, тоже да. Любая, любая. Это не имеет значения. Вот. То есть, чтобы заставить слушать. У жюри разные люди. Кто-то устает, кто-то теряет внимание. Вот. Дабы внимание не терялось в жюри. В жюри нужно иногда дергать все-таки. Не получится. Да, дергать, дергать. Дергать, дергать. Дергать. Ну, я говорю, хотя бы одна из двух песен. Здесь все-таки две. Поэтому хотя бы одна из двух песен должна быть. И не к тому, что заводная, ритмичная. Не в этом дело. А ты как, чтобы где есть какой-то момент, вот, поймали. Необычной строчкой вначале. Или чем, чтобы вот так. Ну, выделиться, понятно. Тут огромное количество участников. Везде надо как-то немножко о себе. Значит, понятно. Да, да. Ну, сложно, конечно, да. Многие вещи нивелируются. Вот так вот одинаковость превращается. Ну, давайте тогда мы перейдем непосредственно к... Уже можно огласить результаты. Ну, они вывешены. Они уже вывешены, уже известны. Я просто буду какие-то свои... Мне даже интересно, вот угадаю я или не угадаю. Значит, были номинации. Я скажу телезрителям. Были номинации автора, были номинации дуэты, номинации композитор, исполнители и номинации ансамбли. То есть это получается пять номинаций. В авторской номинации было больше всего конкурсантов. Да, еще напомню, что... И больше всего лауреатов. Больше всего лауреатов. Напомню, что на конкурс приезжают представители регионов, то есть победители региональных отборочных туров. Не любой. Вот я вот, например, захотела и пошла на конкурс Петербургский аккорд. Нет, дорогие друзья, надо сначала пройти региональный тур, отборочный попасть уже. То есть уже лучший в регионе. Потому он, как я говорю, правоприемник Союза, это главный фестиваль. Главный, более того, творческий, он главнее Грушинки, я считаю. И многие так считают, потому что здесь действительно прошел вот такой отбор. Строгий, строгий, строгий. Не там, на поляне, в течение двух дней. А в течение двух лет даже, можно так сказать. Потому что он раз в два года. Так, ну я соглашусь, он вообще такой, как... Нет, дальше ничего нет. Понимаете, вот все. Ну, вершина этой пирамиды фестивальной. Вот вчера был второй тур, то есть такой вот финальный. И 12 исполнителей... 12 авторов. 12 авторов прошло. А значит, лауреатов как определяется среди авторов? Сколько человек, сколько? Здесь своя схема, то есть придуманная. И тоже я считаю, что вот по идее, как решено. В каждой номинации. Может быть. То есть, может быть, всего пять лауреатов, пять дипломатов. То есть, строго говоря, в каждой номинации может быть один лауреат и один дипломат. Подвижки возникают, когда, ну вот, мы смотрим, ну вот кто первым оказался, ну не лауреат в этой номинации. Тогда передаем другую. А, вот так вы можете, если там кто-то где-то. Да, это мы делаем. А остальное там, в общем, то, что схема-то голосование такая. Просто каждый расставляет, как он думает, такую рейтинговую последовательность. Каждый отдельно, не заглядывая к соседу. Потом мы это даем в оргкомитету, он считает и получает, что вот первым оказался в данной номинации вот такой-то. И, а мы смотрим, вот, а нету, а не лауреат, пожалуй. Давайте я вам скажу свои симпатии, потому что я смотрю тоже на часы, а вы скажете, может, Боже, без вас. А мои симпатии могут, с симпатиями нашими, вот, то, что получилось, не совпадать тоже, кстати. Да, 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 и вы можете сказать свои симпатии, а можете потом, то есть я хочу, конечно, узнать, кто же в результате стал. То есть вот я отмечу Макрецкого Алексея, мне показалось это очень, во-первых, убедительно. Он меня заставил слушать, я с удовольствием послушала песню, было очень таким выпуклым слово, вот, я не знаю, но я замечала, знаете как, вот, я слушаю и понимаю, что за музыкальностью даже какой-то, и вот, я не слышу слова во многих песнях, я просто оно проходило мимо. Здесь я как раз поняла, о чем человек поет, что, и мне было это близко, и потом, как он это делал, мне понравилось. Причем, когда проходит слово, иногда его действительно и нет, вот что еще жри должно поймать. Интересно. Значит, вот Макрецкий Алексей, мне понравилось так, кто-кто-кто, значит, Московская диаспора у нас была, Московская диаспора, ну, я уже говорила о Елене, говорила, значит, ну, Ирину Орищенко, я говорю, что я давно ее знаю, я ее просто уважаю, вот, как бы, ее творчество. Ну, вот, я вот так вот выделила. Ну, я могу сказать, как я выстраивал, ну, хотя бы два первых в авторской, вот, с Макрецким мы совпали с вами, это я поставил в своей, в своей градации, а вторым Дмитрия Курилова из Москвы. Да, был. Но Макрецкий получил второй, как бы, рейтинг. Первый Кира Малыгина. Я как раз не выделила, я была уверена, что будет Кира. Я тоже, но стал лауреатом Кира Малыгина, стал лауреатом Леша Макрецкий, из других номинаций сюда перешли эти лауреатства. И Никита Дорофеев. А, Никита Дорофеев, тоже москвич, очень убедительный, музыкальный. Ну, москвич недавний, он вообще из Нижнего Новгорода. Просто музыкально все замечательно. Ну, вот, я как-то, я не знаю, ну, я, может быть, более такой уже формацией. Ну, хорошо. Значит, далее мы перейдем, кто у нас следующий. У нас шли, по-моему, вторым. Ансамбли. Ансамбли. Ансамбли было шесть. Шесть. Значит, так, мне понравились, это вот так вот, ну, первые хорошо, да, пели, допустим, мне понравились, по-моему, Круги Своя, были наши, от Либитум, три молодых человека, которые пели Облако. А, это Круги Своя, да? Да, Круги Своя. Ну, такие, знаете, чем? Просто, во-первых, с улыбкой как-то это все было. Вот, вот, им было небезразлично, для кого они поют, что они, что они поют. Не знаю, но мне показалось, то есть, там, я не говорю, там, по музыке, все здесь можно было наворотить в ансамблях. Мое, вот, чисто зрительское, да, ощущение. Нет, ну, когда все опять почитали, что там каждый написал. Получилось, что первым был Тибетет. Тибетет. Понятно, Москва, так. Вот такой общий этап. Проголосовали Тибетет, достоин лауреатского звания. Да. Так. Оказалось, да. Тибетет. Значит, здесь Тибетет победил. Я его не отмечала. Ну, для меня, вот, честно скажу, так вот, потрясения не было. Номинация дуэты. Дуэты, дуэты. Лауреатов нет. Вообще нет, да? Дипломаты есть вот из Перми девочки стали дипломатами. Я соглашусь, честно говоря, вот не вспомню. Композиторская. Лауреатов нет. Лауреатов нет, тоже соглашусь. Мне вообще было непонятно это. Вот знаете, как выходит, ну, вроде как исполнители, то есть, они же написали музыку. Вроде бы, вот, а что там, были ярче музыка даже в других номинациях, там, в авторских, или, ну, не знаю, как-то я вот не поняла немножечко здесь. Ну, здесь было, что, скорее написали номер сценический, чем написали музыку. Есть такой номер. Да, да, да. Я согласен. Так, значит, и у нас номинация исполнителей. Номинация исполнителей. Да, есть лауреат в номинации исполнителей. Так, мне, вот, первый номер понравился, Щербань, мне понравилась она. Хотя она ближе уже была, мне кажется, к эстраде. Вот, но, вот, как-то это симпатично. Это я вот, да, сказала. И Медная Аня мне понравилась. Здесь мнение жюри, вот, что касается лауреата. Там, там, как бы, по местам ведь оценочки какие-то, там, еще циферки образовались. Так, вот так, наименьшее количество мест, это лучше всего. То есть, это наибольшие единодушие жюри. Это даже самые высокие, то есть, самые низкие циферки, самая высокая оценка была. Даже, в общем-то, по всем номинациям, что вышло. Руслана Туриянская. А Анна Медная стала дипломатом. Ну, Анечка, мне показалось, вот, она, ну, не то, что вот как-то ровно, но, во-первых, я понимаю, вот, я представляю сразу себя, да, все, хочется влезть в шкуру, да, я представляю какое-то волнение. Но все равно волнение. Конкурс — это всегда волнение. Некоторые люди отказываются выступать в конкурсах, потому что они не могут справиться с волнением, и они показывают гораздо хуже себя, и поэтому вот так вот прекрасный человек, а тут выходит, и все, вот он, это самое, она очень как-то, ну, не знаю, и ровно это было, и убедительно, и с улыбкой. Потом внешний вид, ну, не знаю, это тоже очень важно. Ну, внешний вид, по-моему, все, практически, все вчера одевали, ну, многие, а хотя внешний вид важен, важен вот еще в чем, как ты относишься к тому делу, которым занимаешься. Это же сцену. Да, уважаешь ты его или нет, если человек выходит невяшливым, да, если это опять не задумки там театральные какие-то, но тогда, но тогда, то есть ты тогда становишься персонажем, а не лирическим, героем танца, и того, что будешь исполнять. Так что, конечно, внешний вид — это отношение. Ну, вот мне она показалась очень гармоничной. Ну, Туриянская у Руслана? Нет, Туриянская тоже была. Да, симпатичная. Симпатичная, симпатичная. Значит, получается, Туриянская Руслана лауреат и Медная Анна дипломат. Ну, тут вот тоже, я еще угадала, Щербань, не это самое, аккордеон. Как мне нравится аккордеон? А, понятно. Нет, ну, правда, здорово. Она же с Дмитрием Долговым на открытии они играли, ведь вместе у них совместный номер был, так вот. Я еще тогда засмотрелась, просто очень так гармонично звучит. Я же эстрадник просто, мне еще... Понятно. Люблю эстраду, честно скажу. Я люблю все жанры, просто есть хорошая музыка и плохая музыка там. Есть, я не знаю, вкусовые или какие-то направленческие вещи, я по этому поводу скажу. Я человек и думаю, что для «Авской песни» больше подходит театральный подход, чем эстрадный. Разница есть, понимаете, да? Я понимаю, но я, например, в эстраде, я все равно человек театральный. Меня так учили, у нас школа была как раз актерская. И здесь у нас подходит программа уже к финалу, вот осталось у нас буквально 40 секунд. Я хочу напомнить, уважаемые телезрители, что сегодня в концертном зале «Октябрьский» пройдет заключительный концерт нашего фестиваля «Петербургский аккорд», который теперь будет только через два года. На нем выступят, в семь часов начала на нем выступят почетные гости, лауреаты, дипломанты, которых мы сегодня назвали. Довольные и счастливые они будут выступать. Члены жюри, да? И, наверное, это будет долгое такое тоже, потому что барды, я вам скажу по опыту своему, мало петь не могут. Еще раз, они поют бы много. Всего доброго, до следующего воскресенья, как всегда, встретимся в 12 часов дня. С вами была Елена Гудкова. С вами была Елена Гудкова. С вами была Елена Гудкова.